Сегодня на родительском доме Канамата Баташева в ауле «Новая Циберда» открыли мемориальную доску. Подробный репортаж смотрите в нашем итоговом выпуске «Вести» в 21.05. О жизни героя и его бессмертном подвиге. Репортаж Мадина Каракетова. Канамат Баташев родился в ауле «Нижняя Циберда», был третьим ребенком в большой семье Хусея и Леоазы Баташевых. Среди сверстников его отличала любознательность, стремление учиться и завтра быть лучше, чем сегодня. Нередко поступал совсем по-взрослому. Одна из его одноклассниц вспоминает один эпизод, как ничто лучше, характеризующий Канамата Баташева. Зима, остановка, несколько детей изрядно замерзших, которые не могут уехать в школу. Останавливается проходящий автобус, но он почти до отказа заполнен. Канамат буквально впихивает туда всех детей на остановке, а сам остается. Все, кто знает Канамата Баташева, говорят также о его безудержной смелости. Он с самого детства не умел отступать перед опасностью. Тогда я его знал, хорошо знал. Он в детстве тоже такой же был, порядочный, честный, безотказный. Всегда мог прийти на помощь. Даже про его смелость и отвагу можно двумя словами сказать. Он бурную реку горную, тебе да. Когда падка и период, она уровень критический был уровень, переплывал туда и обратно. Когда был еще школьником. Таких трюков было множество. Нет, это не было неким безумством смельчака. Это была подготовка к военной службе, тренировка тела и силы духа. Канамат с детства мечтал о службе в морском флоте и упорно шел к этой своей мечте со школьной скамьи. Когда он, закончив похвальный грамот с отличием школы, имея разряды по спорту, поехал поступать в мореходное училище, высшее военно-мореходное, Нахимовское. Это самое престижное в то время, в советское время было училище. И ему не хватило буквально нескольких баллов, чтобы пройти конкурс, потому что на одно место было 12 человек. Но он не сломался, не сдался. Он, когда я с ним разговаривал, он мне сказал так, я все равно поступлю, не сейчас, а через год. И поступив в мореходную школу годичную, готовили техников для гражданского флота. Закончив его с отличием, уже без конкурса поступил в высшее военное училище. В письме отцу Канамат Восторженный сообщил, что отныне он курсант Ейского высшего военного авиационного училища летчиков имени Комарова. А в ответном письме отец писал, что он может быть кем угодно – моряком, дворником, летчиком, такелажником, но он должен быть лучшим. Канаматы был лучшим, что студентом, что летчиком. Симпатичный, парнишка молодой, красивый, чего-то немного менжуется, дает мне нарисованный район полетов. Я говорю, ну это, говорю, нарисовать можно скопировать где-то. Вот доска, вот на доске, говорю, рисую схему входа-выхода на аэродром, это уход на полигон. Он на память все это быстро нарисовал, я посмотрел на удивление, думаю, это первый человек, который действительно так заполнил все и нарисовал без всяких ошибок. Я сразу же расписал допуск к полету, он вышел и впоследствии он всегда вспоминал, говорит, когда шел ко мне сдавать зачеты, мне сказали, что у Саранченкова, говорит, с первого раза никто еще зачеты не сдавал. А он сдал с первого раза. Карьера Канамата Баташева была стремительной. Он освоил семь типов самолетов, налетел более двух с половиной тысяч часов, командовал полком, переквалифицировался в летчика-снайпера, дослужился до звания генерал-майора. На его счету тысячи прыжков с парашюта. У Баташева есть то, чему может научить только Господь Бог, говорили о нем сослуживцы, особенно после того, как он еще будучи совсем молодым летчиком, несмотря на приказ командира немедленно катапультироваться, сумел успешно посадить самолет, у которого при заходе на посадку отказали шасси. Канамат Баташев награжден медалью за боевые заслуги, медалью за военные заслуги. В его копилке еще более десяти ведомственных наград Минобороны СССР и России. Звание генерала, хоть и было заветным, но закрывало небо для Канамата Баташева. Он мог сесть за штурвал только по особому распоряжению. В 2012 году Канамат Баташев, нарушив устав, все же сел за штурвал на учениях в Карелии. Это стало его роковой ошибкой. Сушка разбилась, а Канамат был осужден на четыре года условно и на пять миллионов, которые он исправно выплачивал государству, будучи уже на пенсии. Но в числе первых откликнулся на зов Родины, когда была объявлена специальная военная операция на Украине. Ему уже было 62 года, когда он снова сел за штурвал Су-25. Он успешно выполнял задачи по поражению назначенных целей, поставленные командованием. Своей дерзостью шокировал противника. Действуя на сверхмалой высоте 10-15 метров, его штурмовик лавировал между многоэтажек на скорости более 700 километров в час. Выезжая на задание, выполнив это задание, когда возвращался с задания, он между пятиэтажными домами вылетал по той простой причине, чтобы не попасть под обстрел под радаром. И много случаев таких у него было. Друзья его шутили даже, да. Канамат даже на красный свет светофора пролетит. Но вылет, совершенный 22 мая 2022 года, стал для генерала-майора Баташева последним. Он уже возвращался с задания, когда получил сигнал о помощи. Группа российских военных подпопасно и попала в окружение. Канамат Баташев не раздумывал, направляя свой штурмовик на неонацистов. Он знал о наличии ПВО и о возможных для себя последствиях. О Канамате Баташевой снят фильм «Крылья» студии «Кубань кино». Авторы как нельзя лучше сумели передать подвиг настоящего патриота и мужчины. Прогласили Краснодаркина. Надо было видеть, как про него отзывались его сослуживцы. Честное слово, я трижды посудил слезу там. Там в зале плакали. И курсанты были, Краснодарское училище, авиаучилище. И люди в возрасте, смотрев этот фильм, это образец, эталон мужества. Фильм настолько тронул зрителей, что его перевели на арабский язык. В интервью одному из федеральных изданий на вопрос корреспондента «Что такое родина?» Канамат Баташев ответил, что это то место, куда обязательно нужно вернуться. Он вернулся, но уже навсегда. Родина высоко оценила подвиг генерал-майора Канамата Баташева. Посмертно ему было присвоено звание «Герой России». Своим поступком Канамат Баташев еще раз доказал свою безграничную преданность России. Мадина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова